Эти боевые альбатросы летают только в мирных целях. Знаменитая пилотажная группа «Русь» в День Победы прилетела из Вязьмы в Бобровку, чтобы поздравить с праздником жителей Самарской области. Зрелищные небесные шоу требуют особо тщательной подготовки и только высшие летные квалификации. Главное, чтобы было красиво и безопасно. Это первое, на что мы обращаем внимание. И мы для того, чтобы людям приносить радость. Легкие реактивные штурмовики Л-39 уносятся в небо под аплодисменты зрителей. Сначала они отправляются выступить в Тольятти, чтобы через полчаса вернуться в Бобровку. А пока зрителям предлагают выступление спортивных самолетов Як-52, демонстрационный полет исторического ПО-2, а для желающих самим подняться ввысь прогулочные полеты на вертолетах. В этом году на авиашоу собралось как никогда много зрителей. Многие приехали с детьми. День Победы, показать нашу силу и технику. Очень важно это, чтобы именно он понимал всю жизнь и осознавал реальность. Они сегодня явно в ударе. Весь свой праздничный восторг пилоты показывают в фигурах высшего пилотажа. Для зрителей это захватывающее зрелище, а для летчика – свобода в небе, возможность показать все, на что ты способен. С Днем Победы зрители поздравляют парашютисты. Во время прыжка они разворачивают знамя Красной Армии и российский триколор. Все они с большим опытом, но все же признаются, что выступать на праздничном шоу – особо ответственная миссия. Это большая честь для меня, для моих родных, для нас всех парашютистов, да и в принципе для всех, кто выступает на таких торжественных мероприятиях. Я благодарен нашим дедам за то, что они победили. И вот в небе над Бобровкой снова появляются главные герои представлений – пилоты Л-39. Больше полутора ста таких машин сегодня стоят на вооружении в российской армии. И фигура высшего пилотажа внушает уверенность в боеспособности страны. Мы поздравили таким образом и жителей Тольятти, и жителей Борск, и самарчан с Великим Днем, с нашей победой продемонстрировали, что наши вооруженные силы и наши летчики по-прежнему являются серьезной силой и по-прежнему могут выполнять сложнейшие задачи и защищать нашу страну. Нынешнее авиашоу стало не просто зрелищным, но и самым массовым, так что по окончании представления на выезде с территории аэродрома собралась многочасовая пробка. Олег Зверев, Григорий Пешаков. События.